Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, можно ли причинить вред живому человеку, поставив свечку за упокой? Ну, дорогие наши, знаете, нет, ну, во-первых, нет, со свечкой это никак не связано, но вот то, что мы хотим зла желаем или смерти другому человеку, и в зависимости от того, насколько мы предались этому чувству, насколько мы в него погрузились, насколько мы охвачены своей злобой, насколько мы источаем из себя эту злобу, вот это состояние наше может причинить, безусловно, вред другому человеку, потому что мир духовный очень тонкий, мы очень друг другу близки, где бы мы ни находились по отношению друг к другу, и поверьте, что каждая наша мысль, каждое произведение, так его назовем, нашего сердца, каждое наше слово мгновенно слышно до самого конца вселенной, видимой и даже дальше. Поэтому если мы не хотим быть причиной зла и несчастья для другого человека, то поспешим, постараемся исправить это состояние своей души по отношению к нему, потому что без злого дела, знаете, без выстрела, без спланированного какого-то злодейства мы можем причинять и причиняем вред другому человеку. И не только потому, что мы проклинаем его внутренне, да, или желаем ему смерти или зла, а также потому еще, что мы не исполняем самую главную заповедь, заповедь о любви, то есть мы не даем ему то, что он обязан получать от нас. Любовь, любящее сердце, такой благодатный, да, благожелательный, в огромном смысле этого слова, посыл всего нашего естества по отношению к нашему ближнему. Вот не только за ненависть, не только за проклятие, не только за желание смерти другому человеку нас будет судить Бог, а в первую очередь за то, что мы не исполняем заповедь любви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok